В Апатитах подвели итоги второго всероссийского марафона конкурса «Я вижу музыку Рахманинова». Он посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора и проходит в рамках международного онлайн-проекта «Наследие Рахманинова на Кольской земле». Его авторы «Апатитская музыкальная школа» и «Центр современного искусства сияния» постарались, чтобы творческое состязание было интересным и масштабным. В конкурсе приняли участие юные дарования из Великого Новгорода, Старой Русы, Мичуринска, Мурманска, Гаджиева, Кировская и Апатитов. О том, какую музыку Рахманинова видят победители конкурса, узнали Ирина Кузьмина и Владимир Ильницкий. За инструментом ученицы Апатитской музыкальной школы Алиса Зиновкина. Она же за фортепиано в имени Сергея Рахманинова в Швейцарии на вилле Синар. Авторский рисунок Алисы на всероссийском конкурсе завоевал приз зрительских симпатий. Девушка назвала свою картину «Камертон души». Она постаралась передать те эмоции, которые испытывал Сергей Рахманинов в своем поместье. На создание данной картины меня вдохновил фильм «Синар». В нем рассказывается жизненный путь Рахманинова, то, как он искал свое место. Место, где ему будет спокойно, где его душа будет просто счастлива, где будет вдохновение. Я тоже хочу, так же, как Рахманинов, найти свое место родное. Перед тем, как брать в руки карандаши и кисти, ребята познакомились с творчеством Сергея Васильевича. Посмотрели фильмы и продумали сюжеты. На конкурс было представлено 95 рисунков в номинациях «Музыкальная фантазия», а также в гостях у Сережи Рахманинова. Мы делали публичный опрос, выставляли все работы на публичное голосование, в котором могли принять участие. Мы сделали каждому победителю вот такие замечательные календари с рисунком автора на 2022 год и такие вот замечательные магниты. Гран-при в номинации в гостях у Сережи Рахманинова завоевала потечанка Святослава Иванова. Девочка изобразила Сергея Васильевича в процессе сочинения музыки. Нарисовала на бумаге крафт, черным маркером и белой гуаши. Журить было очень непросто. Обращали внимание на многофигурные композиции, по разным критериям смотрели. Но, в общем-то, работы были все высокого уровня. Спасибо организаторам конкурса Татьяне Николаевне Дегтяревой, Андрею Малахову и нашему директору Ольге Игоревне. Рисунки участников всероссийского конкурса можно будет увидеть на экспозиции. Кроме того, организаторы в следующем году планируют провести фестиваль, посвященный Сергею Рахманинову. Подготовка к нему уже началась.